Танкисты, всем привет, всем хорошее настроение, приятного просмотра. И сегодняшнее видео вы, наверное, помните про М48 Паттон. Ну, для вас это вчерашнее видео. Я поиграл на этом танке и понял, что для меня все равно это немножечко потно. И выкачивать его в качестве первого СТ я бы, наверное, не советовал. Ветка СТБ тоже так себе. И СТБ, как сам танк, как сам топ, прекрасен. Но тоже не в качестве первого среднего танка. А вот Е50, это как раз таки то, на чем я советую вам, наверное, акцентировать свое внимание. Хотя и у него ветка так себе. Особенно Пантеру первую, по-моему, сейчас немножечко нерфанули по броне. И сейчас она играется не так комфортно. Но сам топ, пацаны, заслуживает, наверное, даже отдельного видоса. И сегодня я попробую вам рассказать и пояснить, почему. Итак, пацаны, я не СТ-вод. Но у меня получается играть на Е50 лучше, чем на всех средних танках. Безусловно, ТВП, наверное, самый интересный средний танк на данный момент в игре. Но Е50 все-таки цикличка, все-таки с броней. И на самом деле сохранена тяга выраженностью для такой массы. Давайте вкратце посмотрим, что у него по техническим характеристикам. И уже потом пойдем в рандом. В башне 278 миллиметров, в корпусе 168. Она танкует ромбом, она мансует, ловит снаряды катками. Ну, в общем, все как и надо. 302 метра радиус обзора, это тоже не так плохо. Урон в минуту 3365. Это, конечно, чуточку хуже, чем у Паттена, за счет того, что здесь перезарядка, наверное, 6 и... 606. Вот, пробивает 245 на ББшках, и это хреновее, чем у Паттена. Там, по-моему, 250. При том же пробитием кумысами. Средний урон 340, у кумулятивных 300 и 450 у фугаса. В сведении уже 3 секунды. И зато разброс у него лучше. То есть время сводится он дольше, разброс лучше. Если мы ставим, вдруг вы захотели поставить, опять-таки, сбалансированное орудие, ставите и не знаете никаких проблем с разбросом. Теперь он становится 0,269. Ну, и сведение вырастает на 0,2 секунды. УВН 8 градусов, но иногда они не чувствуются из-за того, что танк высокий. Средняя скорость 39, огораженность шикарная, повторюсь, масса танка 62. То есть вы можете таранить даже чуть ли не тяжелые танки, особенно на уровень ниже. Ну, и вы видите, скорость борта корпуса хорошая, но и башня вертится тоже неплохо. Ну, пацаны, это-то все цифры. Давайте посмотрим, что эта штука может в рандоме. Е-50. Чем хороший этот танк, пацаны? Тем, что это какой-то симбиоз тяжелого танка и среднего. У него есть все параметры среднего танка и есть броня тяжелого танка. Чего ему добавила бы лишний я. Ну, если я скажу, что забронировать нижний броня лист, но это, честно говоря, будет, наверное, как-то нечестно, потому что, ну, как бы все-таки это СТ с обалденной маской орудия, с обалденным ВЛД делать еще и бронированный нижний броня лист, ну, это достаточно жестко. Наверное, я бы ему сделал бы чуточку лучше ДПМ, ну, хотя бы 3400, чтобы, например, КД было не 6,1, а 6 секунд, но и пробитие ББХами. Все-таки 250, 255, что-то вот около того. Итак, пацаны, самое интересное заключается в том, что наши, я, правда, побоюсь этого слова «танкист» или наши, собственно говоря, союзники, например, на вот этой вот ПТ-шке 9 уровня, на ИС-4, с какого-то хера едут туда. Посмотрите, тут уже 5 танков за свете. Они махер, дым, все равно едут туда. И, ну, посмотри, ну, никакой средний танк так не может, пацаны, никакой. Я очень много, очень много зафейленных выстрелов. И если бы не они, наверное, здесь было бы дамага больше 5 косарей. Здесь не попадание, здесь не пробитие. Ну, то есть очень много такого неприятного. ВЛД, пацаны, то есть если ты на Е-50М занимаешь вот такую вот позицию от углов, все-таки иногда даже будет хватать тебе этой вот штуки. Ты практически неприступная крепость. Выцеливаются щеки, да. Особенно если танкисты умеют задержать голду, выцеливаются. Но не так просто. То есть ты не стой столбом, и тогда не будешь, в принципе, получать туда. Вот, я не знаю, чем думает ВЗ-113. Почему я не могу на него пороться? Потому что с правой стороны 50 ТП я боюсь получить от него тупо. Я здесь ХЗ вообще. И такой выстрел не единственный. А походу дело в том, что ему забронировали борта. И, наверное, когда ты играешь против ВАЗы, эти бронированные борта работают. Сводишься, сводишься, хрен его знает. Думаю, дай-ка я заберу 50 ТП, но не тот-то было, потому что ВАЗа-то уже вернулся сюда. Почему это происходит? Ну вот объясни, он стоит практически под прямым углом. С какого хрена оно не заходит? Еще и наводчика контузиума. Все, 2 382 урона не так. Это уж и плохо. Но, блин, с наводчиком буду мазать. Ну, прям в землю. С тем учетом, что летит вниз прицела. Нужно ждать, нужно как-то каким-то, по крайней мере, пробовать ждать союзников, потому что все это время, пацаны, ИС-4, я даже не обратил внимания. Уже эта хрень сюда приехала. ИС, где ИС? Вот где ИС? Вы видите? Вот я вижу его, например, на карте где-то около базы. Где вот? А, он на горе. ИС-4 с бронищей. На броне. Ну и, собственно, Йоха вот по его поводу высказывается в чате. Нужно забирать вазу, но непонятно, куда смотрят те чуваки с левой стороны. Как ты танковал Т-СУЛТ? Вы себе просто не представляете. Т-СУЛТ непонятно, чем танковал весь бой. Наконец-таки забираем. 775 хп, механик-водитель кританутый. Кританутый, заряжающий. Танк просто закритованный весь, как колымага какая-то. Вот, но... Ну пробей, ну пробей хоть. Ну не пробивайте, это хрень, как голдой. Сорокая процентный ИС, это... Что? Почему? То есть говорить, что это Е-50М их херовый, я не могу. А почему не пробивайте, я не знаю. Я не понимаю, почему в борт я не могу пробить легкий танк. Потому что у него камуфляж за рейтинг, или почему? Короче, 3200 урона есть. Ис, я тут стою, я выцеливаю тебя. Сам поехал, сам виноват. Я сейчас про себя говорю. И если бы ИС был бы чуть-чуть порешительнее, были бы проблемы. Ну посмотри, ну как же круто. Вот вам голда Йоха калиброванного на орудии, на пробитии. Не может пробить в маску. Это говорит о чем? О том, что есть там броня у этого танка. Но здесь, пацаны, просто кривой стример. Все, он по сути должен был сейчас быть на КД. Потому что 300 рядика дал. Но он, повторюсь еще раз, на ДПМной пушке. Почему я так сделал, я так и не понял. Зачем я туда поехал? Посмотри, что я вытворяю. Ну не нужно было так делать. Ты бы еще дал бы урона. Ну зачем? А если бы ИС-4, например, АФК, что у собак? А пирания Т-95, Е6, ну как бы у него там 200 хп. Я пытался сейчас написать, чьи-то с помощью. Чьи-то с помощью. Ну сам упоросил, сам прошу помощи, сам виноват. Надо было оставаться на горе, и ни в коем случае не нужно было ехать на Т-100 ЛТ. Вот, просто решил подстраховаться, потому что чувак там, по-моему, грамотно играл на Т-100 ЛТ. И было бы опасно его оставлять. Но дает всего лишь 1700. А Йох, видимо, у него с терпением все нормально, дал аж 400 урона. Здесь можно было брать медаль мастера, если бы я понастреливал бы еще, например, по Йоху. То есть дал бы я 5 косарей, выжил бы, ну и опыта было бы около, наверное, 1400. Ну, около того. Так что, пацаны, если вы не знаете, каким средним танком обзавести, какую СТ-шку вы приобретете себе следующую, то, возможно, последуйте моему совету и выкачайте все-таки Е50М. Красивый, бронированный, еще и в новом качестве, с двумя легендарными камуфляжами. Я думаю, что Е50М подарит вам кучу положительных эмоций. Для некоторых танков, слушай, маска орудия вообще непробиваемая. Она не такая огромная, как у Е100, и попасть туда сложно. Правда, щеки, ты чуть-чуть доворачиваешь, щеки пробиваются неплохо. Так что, народ, всем огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца, поставили лайк, ну и, конечно же, подписались на канал. Всем пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!